Христос воскрес! Если бы этого не произошло, тщетно была бы наша вера, дорогие друзья. Много задают вопросов по поводу того, когда будем объединяться, на каких условиях, каким образом, с кем. Другие вопросы, допустим, жена хочет, чтобы муж венчался, муж не хочет, или наоборот, что реже. Кто-то сидит в компьютере, играет в игры, игромания. Кто-то на порно-сайтах зависает. Кто-то занимается чревоугодием и тоже не знает, как становится. Некоторые, вот еще один человек пишет, матом ругаются, часто матерными словами на работе. Как быть? Это все частные вопросы, и я вам отвечу на все эти вопросы, на те, которые еще не заданы. Одной замечательной аллегории, на мой взгляд, замечательной. Ну, вы сами определитесь, так это или не так. Я вспомнил сказку Ершова «Конек-горбунок». И там была такая процедура, кипящее молоко в чане. И нужно было, значит, броситься туда, и, ну, там, Добромолодец бросился, оттуда он выскочил уже там красивым и обеспеченным, красиво одетым. И царь тоже самое решил повторить, который был в возрасте, и он там сварился. Мы все, ну, не все, конечно, кто читал эту сказку, тот знает. Но, слава Богу, нам повезло, мы читали с вами. Вот, о чем идет речь? Должны быть страдания, должны быть другая жизнь. Другая жизнь. Не ГМО-продукты, а то, что ты вырастил. Не лифт на ваш там этаж, а пешком в свою землянку. Или в домик. Или в домик на колесах, или в домик на куриных ножках, на сваях, я имею в виду. Вот у меня на сваях. Ошибка. Сейчас буду делать, как бы, ну, чтобы она не уехала. Потому что, когда, тоже я не знал, сгнивают вот эти винты, то дом плавно опускается, мне рассказал строитель один, опускается под тяжестью дома, под тяжестью веса, мебели и прочего. Поэтому надо что-то сделать. Ну, это к слову, по поводу ножек. Поэтому, дорогие мои, вот такая картина маслом. Нам всем нужно измениться. Каждый будет за себя. Если у вас, конечно, есть семья, а вы не один. Таких тоже очень много. Которые единицы. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Каждый будет и здесь, на земле, меняться. Ну, по поводу Царства Небесного, Царства Страшного Суда. Это тоже индивидуальная история. Поэтому, вот такой мой ответ вам. Видите, вон, три минуты мы с вами все прошли. Почему именно так, а не иначе? Потому что мы настолько извращены этими вот нехорошими людьми, у которых отец Люцифер. Которые лукавые, хитрые. Я не только говорю про известную народность. Нет. Там тоже разные люди. Там есть и патриоты. Я не говорю, что они там православные. Православные говорят, не верь, когда они становятся православными. Есть такие пословицы русские. Нет, бывают патриоты. И это однозначно. Я вам о этом заявляю и так далее. Потому что эти вот основные держатели акций этого народа, этой сути, говорят, что это сухая ветвь. Но дело даже не в этом плече, мировой закулисы, так скажем, этих трехсот основных фамилий, трехсот основных родов, которые держат, как они считают, власть, деньги, основное могущество в нашей стране. Это все написано в книге Джона Коллимана, комитет 300. Вообще, мы говорим абстрактно про этих людей. И они создали общество потребления. Они создают и моду, и все тренды. И ученые работают на них. Сейчас, слава богу, много информации. Желающие могут с этим познакомиться. Я просто говорю про то, что ими создана такая система, что люди не доверяют друг другу. Ну, не любят или некоторые ненавидят. И так далее и тому подобное. Люди так созданы, что ими можно манипулировать. И что и делается. Пусть, как там сейчас тоже в Германии, тоже такой тренд, пусть мой рот закончится на мне, пишут, значит, там, девушка с маткой проткнутой скальпелем. Плакаты. И все, что угодно. Окно Авертона, вспоминаем. Можно застать и есть себе подобных. Это не проблема. Жуков, пауков, личинок. Это все постепенно. Человек, который уже стал на путь слушанья и деланья то, что ему дают извне, считаю, он уже, как там в той сказке птичке пропасть. Коготок увяз в гудроне, птичке пропасть. Так и это. Если ты один раз пошел на поводу, то уже считай ты труп, живой труп ходячий. Не обязательно физически. Можно и духовно быть трупом. Поэтому это я вам говорю по поводу с кем объединяться, на каких условиях и так далее и тому подобное. Практически. Так, ловлю себя на мысль. Я повторяю, как мой духовный отец про Терри Василия Ермаков наговорил тоже так. Он говорил, практически. Я тоже, значит, не случайно, наверное, да. Практически происходит так, что мы этих вот здравомыслящих людей очень мало. Если вам повезло, что у вас есть родственник или знакомый, берегите его. Берегите его. Как ребенка своего. И имею в виду, берегите отношения. Потому что вам дал Господь его в укрепление. Потому что в противном случае вы будете один. Вот и все. Надеяться нам не на кого. Вот я вам рассказывал как-то. Ковчег спасения, который уже второй год. Второй год. До конца не достроен. Хотя я вложил уже 3 миллиона. 3,5 миллиона рублей. Это не какие-то хоромы белокаменные. Это щитовой домик на сваях. Меньше 70 метров. Но за счет того, что это далеко от меня, 600 километров от МКАДа, то я на кого надеюсь, те меня и... Первый раз полностью кинули там, то в том мне ребята из Вологды. Второй раз тоже до конца не доделал. Обиделся, что больше нет работы. И значит оставил. Все. Инструмент забрал. Ключ положил и уехал. И все. Я не осуждаю. Ни первых, ни вторых. Я просто сетую на то, что... Ну второй хоть хорошо сработал там, как бы это, качественно сделал, но все равно концовка. Сейчас буду искать третью бригаду, чтобы доделывать то, что не доделал. Уже второй год. Это счетовой домик. Поэтому есть своя специфика, когда ты, во-первых, там не живешь, и во-вторых, мало людей. Даже подчас специалист хороший. Бывает и человек плохой, и специалист плохой. Бывает специалист хороший, что-то... Бывают какие-то затемнения. Поэтому надеяться нам с вами только на Бога и на себя. Как у Высоцкого в песне. На крепость рук, на руки друга, на вбитый крюк, чтобы стаховка не подвела. Поэтому... Вот вам мой ответ. Понятно? Все очень просто. Где просто, там ангелов доста. А где мудрено, там ни одного. Любил говорить про Тверей Николай с острова Залит. Будем жить, дорогие мои. Господь управит. Ваш Евгений Лопатин. Я на две недели заблокирован, как обычно, на Ютубе. Поэтому... Поэтому... Осталось там еще где-то 11 или 10 дней. Ну, не суть. Пять каналов я разменял. Было больше 100 тысяч подписчиков на одном из них. Это не важно. Это все детали. Кому нужно, тот найдет меня и послушает. Мне не нужно почитания, не нужно, так сказать, узнаваемость, не нужно ничего... Ни монетизации никогда я не включал. Мне это ничего не нужно. Мне нужно тем, той горсточке, которым действительно нужно дать информацию и, возможно, их укрепить. Потому что, как я надеюсь, я один из них. Как я надеюсь. А так время покажет. Будем жить. Ваш Евгений Лопать Ваш Евгений Лопать